Так все-таки талант или место купили? Очень понравился Максим Ержан. Очень жаль детей, которые в конечном итоге страдают из-за ошибок взрослых. Ничто на земле не проходит бесследно. Где, правда? Давайте же адекватно рассудим, рассмотрим вокальные данные Микелы и вокальный дизайн песни «Ты здесь», которую она и пела в финале «Голос дети». Лидер вокального обучения и эксклюзивный дизайнер вокала Вероника Воршип представляет. Напишите мне в комментариях, кто именно на ваш взгляд должен был победить в этом конкурсе. Хорошо поставлено вибрато. Со мной осенний, порой ночной. Со мной! У нее действительно хорошая гибкость голоса, который она умеет управлять. И, кстати, импровизировать она тоже умеет в песне. «Спустя один только миг, только не уходи!» Чувствуется, что ее учили. «Ты легко!» Слышите, как она уже второй раз за это короткое время сделала... «Кхм-кхм!» «Спустя...» Это потому, что у нее в голосе сипаца. Субтон в ее голосе, такая яркая сипаца, если вы заметили, является как ее эксклюзивной фишкой, так и ее минусом. Именно субтон у нее профессионально не поставлен. Что это значит? Она не умеет им управлять полностью, полноценно, до конца. Как только она начинает петь тише, ее голос спрыгивает с ноты. «Ты здесь?» И бывает так, что когда она делает фаршлаги, бенды, ранц-пассажи, этот голос тоже ходит, становится нестабильным, опять-таки из-за субтона. Именно субтон ее и подводит, и она начинает лажать или на полтона, или на четверть. «Прикосновение души к душе» А если еще начинает переживать на сцене, что, в общем-то, для ребенка это естественно, тогда ее голос вообще перестает ее слушаться. «Чувствую я тебя?» Вот почему до сих пор многие педагоги предпочитают считать субтон дефектом голоса. «Ты здесь?» Из-за такого вот неподконтрольного ей субтона смазываются тонкие красивые оттенки ее голоса. А природные качества ее голоса до конца не могут себя раскрыть в песне, что мешает ей выразить всю глубину чувств в песне, которую она поет. «Прикосновение рук» В СМИ пишут, что Микела практически с самого детства занимается вокалом. Почему же до сих пор ее не научили управлять субтоном? Ведь такая проблема, если знать как, решается буквально за один-два месяца. Или же в обучении пению был важен сам процесс, а не результат. Ко мне многие приходили обучаться техникам разной степени сложности, и даже дефекты голоса мы достаточно быстро убирали у вокалистов. И они от этого были в приятном шоке, что оказывается при должном подходе можно все исправить и изменить. Достичь таких вокальных результатов, о которых человек раньше даже не мечтал. И многие мне говорили, я занимался месяцами, а то и годами, чтобы достичь такого эффекта, и все никак не мог. А здесь буквально за несколько уроков я это сделал. Поверьте, сейчас любой дефект можно превратить в ваш плюс, в вашу фишку, эффектную фишку в голосе, если научиться им управлять. Идеальный вариант для вас – заказать консультацию, услугу вокального дизайна или курс обучения у Вероники Ворши. Для этого свяжитесь с нами через e-mail или социальные сети. Ссылки вы найдете в описании под этим видео. Пиздец. В общем, само пение Микелы было неплохим. Она старалась изо всех сил, это было очень хорошо заметно. В действительности, не только Микела где-то лажала, лажали все. Мне очень понравился Максим Ержан. Он эффектно спел. Действительно, самое главное то, что он, понимаете, смог передать вот эту вот максимально глубинные эмоции со своей маленькой детской души. На него было смотреть очень приятно. Но местами у него на высоких нотах было сильное форсирование. Он даже немного сорвался. Охрипал. Кстати, Валерий, второй мальчик, у него более академическая постановка голоса. Пел песню очень даже достойно. У него такой хороший чистый голос. И он отлично владеет динамикой в песне, несмотря на свой возраст. Не каждый взрослый так может. Хотя местами у него тоже дергался звук, и было слегка нечистое интонирование в голосе. Его подводила его вибрато. На дорогах земли. Себя. У обоих мальчиков были песни сильные, широкодиапазонные. Хорошо подходили к их манере, к их харизме. Вот почему многим зрителям очень понравились именно эти два мальчика. А у Микелы песня на их фоне была достаточно слабая, вялая. И я думала, что песню «Ты здесь» Микеле также помогут сделать эффектно и круто. Выстроить вокальный дизайн, чтобы он просто был вау. Из простой песни можно сделать очень крутую, эффектную, конкурсную песню, поверьте. Как, например, Полина Гагарина сделала кавер на песню «Кукушка» и актуализировала хит заново. Главное, самое главное, чтобы эта песня хорошо подходила вашему ребенку. «Прикосновение души к душе» «Так молоды бы были, что...» Контраст был очевиден. И все накинулись на бедную Микелу, начали говорить «Как так? Она же так плохо спела эту песню». Песня была никакая. Очень жаль Микелу, потому что у нее хороший потенциал, просто над ним не поработали профессионально и не раскрыли ее до конца, не научили ее владеть всем тем, что у нее есть. Видите, как важно выбирать правильную песню для певца и делать вокальный ее дизайн так, чтобы все были в восторге именно от вас и оценили вас по достоинству. После каждого слова там какие-то ранцы по вашим советам делала. Им понравилось очень, вот импровизация ее. Это показывает, насколько у тебя гибкий голос, гортань и насколько ты владеешь техникой. Нашей главной задачей было обучить ее вокальным украшениям, техникам и милизмам так, чтобы прежде всего они помогали ей максимально выразить эмоции. Ее искренние детские переживания вывести на максимум, насколько это только возможно. Вчера я так ошиблась и, наверное, навсегда. И нужно было найти правильно тонкий подход, исходя из того, какие у нее вокальные привычки, какой у нее голос, какие ее вокальные возможности, способности. Песня была не для ребенка в действительности. И чтобы переживать в ней такие глубокие эмоции от чистого сердца, нужно было найти какие-то свои триггеры эмоциональные. И мы специально находили этап за этапом эти эмоциональные триггеры, которые вызывали именно у нее глубокие и эффектные эмоции, чтобы ребенок смог настолько глубоко пережить эту песню, пропустить ее через себя, чтобы затем коснуться вас, ей до глубины души. Совет всем родителям. Не жалейте времени и денег на действительно профессиональных педагогов по вокалу, чтобы вокальный потенциал не тормозился в развитии. Ведь современные приемы, украшения, техники, они для того и существуют, чтобы помочь вам раскрыться в песне, еще больше выложить эмоции. Только так ваши дети смогут реально круто выступать на сцене, а впоследствии стать успешными певцами. Но если вы сами не знаете, как правильно подбирать песню вашему ребенку, так чтобы ваш ребенок раскрылся полностью, смог показать себя в песне на все 100, тогда вы можете обратиться ко мне за консультацией. Спасибо вам большое за просмотр! Пишите нам свои отзывы в комментариях под видео и в социальных сетях. Вокальных вам успехов и всеобщего признания! Субтитры создавал DimaTorzok